Памяти Владимира Васильевича Стасова, духовного отца русского искусства. Владимир Стасов посвятил всю свою жизнь духовной борьбе за признание русского народного искусства. Стасов был одним из самых крупных и колоритных деятелей русско-демократической интеллигенции. Владимир Васильевич – человек необыкновенный деятель, обладавший широкой эрудицией, владеющий шести языками, сочетал в себе широкие художественные и музыкальные знания с даром эрудициста и литератора. Еще середины XIX века, с момента возникновения двух интеллектуальных течений, начались поиски российской самоидентификации. Славянофилы старались популяризовать русскую культуру и ставили упор на национальный патриотизм. Душой русского народа они считали православную церковь. Западники были сторонниками европейского прогресса. Россия следовала развивать свою политику, экономику, культуру и образование по западному образцу. Славянофилы доказывали о приверженности Руси, являющейся преемницей греческой православной церкви по византийской культуре. Европа для славянофилов – пример морального падения, источник возникновения пагубных идей. Западники трубили о дикости русского народа – варвара. Для западников Европа – эталон развития. Петр I начал модернизировать страну на европейский лад и привнес на Русь множество укладов и устоев, характерных исключительно для западного общества. Изучая целый спектр гуманитарных наук, Стасов открыл ту основу, на которой существует русский народ, и нашел ответы на многие вопросы, неясные западникам и славянофилам. Что собой представляет коренная Россия? Что такое русское? Из чего произрастает и слагается русское? Как соотносится понятие русское и православное? Какие корни прослеживаются в орнаментах и архитектуре? Почему идеология ни западников, ни славянофилов не отражала глубинной сути народа? Почему русский народ и буржуазные ценности несовместимы? Основополагающей идеей Стасова было показать, на каком фундаменте зиждется Россия. Его интересовало то единое пространство, та платформа, что географически простиралась от Волги через Урал, Сибирь, спускалась на Иран, Индию. Владимир Васильевич считал, что все народы, жившие и живущие на этой платформе, имеют один общий цивилизационный корень. Известная нам история и культура – это история и культура правящей элиты, запечатленная в летописях, в том отдельном, изолированном от народа мире, свой язык, отредактированный образованием и воспитанием, свой образ жизни и быта, своя культура. А что же народная культура? А народная культура – устная. Былины, сказки, песни, обряды – все свои сокровенные знания народ хранил в памяти. Лишь в XIX веке начали записывать сведения о народном творчестве. Народ – вот кто мог похвалиться способностью рассказывать, перебивать наизусть невероятные по объему былины и сказания, держать в памяти тысячи житейских знаний и премудрости, алгоритмы проведения обрядов, а для каждой жизненной ситуации существовал свой обряд – особенности и тонкости ремесел и рукоделия. Выводы исследования русского народного эпоса Владимир Васильевич Стасов изложил в работе «Происхождение русских былин». Основное внимание Стасова привлекли былины киевского цикла «О Добрыне, о Василии Казимировиче, о потоке Михаила Ивановича, о Ставре Гординовиче». Былина о Добрыне и Василии Казимировиче – это очень редкое русско-эпическое произведение и известны всего лишь 23 записи этой былины. И все они очень разнятся мерклими деталями. Общим для вариантов всех является то, что Добрыне Никитич и Василий Казимирович едут в Орду не платить, а получать дань с татарского царя. Былина о новгородском гуслере Садко. И с татарской Золотой Ордой все не совсем так. Согласно Былинам, враги приходили на Русь не с востока, а с запада. Садко ездил с Золотой Ордой на кораблях по морю в Литву. Измигорынич прилетал на Русь опять-таки не с востока, а с запада. Василий Петрович Иголенок, крестьянин из села Боярщина Оланецкой губернии, один из выдающихся сказителей русских Былин. Перенят ремесло сапожника о дяде, Вася от него же научился сказанием Былин. Василий Иголенок не знал грамоты, при этом обладал феноменальной памятью. В 1870 году в свет вышло издание «История русского орнамента» с X по XVI столетия по древним рукописям. Подготовлено Строгановским училищем рисования. В нем представлено изображение орнаментов из древнерусских рукописей, преимущественно церковного характера. В предисловии отмечалось, артистические способности русского народа, питавшийся исключительно православием. Исконно же национальный стиль оформился через синтез греческого и романского, не выражая в чистом виде ни того, ни другого. У нас сложился своеобразный художественный элемент, составлявший как бы середину между ними. Стасов не замедлил указать на игнорирование огромного числа изображений, о которых книжная, то есть церковная рукописная литература, не имела ни малейшего понятия. Как бы в противовес вышел второй альбом издания «Русский народный орнамент. Шитье, ткань, кружева». 224 изображения демонстрировали образцы вышивки в различных техниках, на полотенцах, женских и мужских рубахах, передниках, головных уборах. «Московские ведомости отчеканили. Наши орнаменты имеют исключительно византийское происхождение, чем следует гордиться». Стасов ответил. «Я не говорил ни единого слова о византийском влиянии по той простой причине, что тут у него нет ни малейшего признака. Византийское влияние на Руси можно найти в рисунках рукописи, в живописи на стенах церкви и вообще на предметах религиозно-церковного назначения. Но что касается предметов бытовых, предметов жизни, собственно, народной, то здесь византийское влияние никто еще никогда не видел. Его тут вовсе не бывало». Владимир Васильевич Стасов написал специальную работу, посвященную народному улыбку. Владимир Стасов и собиратель фольклора Дмитрий Равенский вместе проводили много времени в обсуждениях, спорах, открытиях касаемо народного литературно-художественного творчества. Целая плеяда художников и композиторов, составляющая гордость России, воплощала его идеи в своем творчестве. В мае 1854 года при помощи и поддержке Владимира Васильевича Стасова оформилось объединение композиторов «Могучая кучка». Композиторы «Могучей кучки» записывали, изучали и разрабатывали образцы народного фольклора. Они смело использовали народную песню в симфонических и оперных произведениях. «Царская невеста», «Снегурочка», «Аванчина», «Борис Годунов». С 1860 года Владимир Стасов поддерживал арсель художников «Товарищество передвижных выставок», с которым тесно связана вся его деятельность. Стасов был одним из главных вдохновителей и историком передвижников, принимал активное участие в подготовке их выставок. Стасов обращался к художникам с требованием отражать в своих произведениях жизнь, объяснять ее и выносить переговор всему отжившему, реакционному, тормозящему движение вперед. Он подвергал беспощадной критике крепостнический строй, искусство, оторванное от морода. Владимир Васильевич Стасов с 15 октября 1856 года до самой своей кончины в 1906 году, то есть 50 лет, служил в Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга. Спектр научных интересов Владимира Стасова поражал широтой. Он аккумулировал массу разнообразных сведений, изучал рукописи, описывал археологические артефакты, собирал этнографический материал для публикаций. По его инициативе прошли несколько выставок древнерусских рукописей. Владимир Васильевич Стасов на посту библиотекаря художественного отдела постоянно консультировал писателей, художников, композиторов. Константин Кавилин горячо приветствовал научные изыскания Владимира Стасова, высоко оценивая его работу. С Алексеем Уваровым, президентом Московского археологического общества, Стасова связывали самые тесные отношения и научная дружба. Признание пришло и от известных ученых. Федора Буслаева, Никодима Кондакова, Григория Потамина, Николая Рериха, Всеволода Миллера, Андрея Павлинова. Стасова больше всего беспокоила, чтобы сделанное им не погибло, не потонуло, словно какой-то сундук, наполненный хорошими, важными вещами, никому не послуживший, потому что ключ остался у кого-то далеко-далеко в кармане. Злая участь, но еще более злая дума, злое и мучительное сознание. В наших силах достать тот сундук из пучины морской, найти ключ и открыть сокровище нашей русской народной мудрости.